Продолжаем знакомиться с участниками конференции X5 Dialog. У нас сегодня такое количество спикеров, такое количество участников, и главное, что всем есть что рассказать о современных трендах в ритейле. Не могу не представить вам Наталью Зайцеву, Hygiene Technologies. Наталья, расскажите поподробнее, как, а главное, в чем вы сотрудничаете с X5 Retail Group? Мы сотрудничаем с X5 уже достаточно длительное время. На самом деле, начали одними из первых поставлять частную марку, мне кажется, с 2005 или 2006 года. То есть у нас уже достаточно большой опыт. Мы работаем и с Пятерочкой, и с Перекрестком, и с Каруселью. Надеюсь, скоро и Чижик тоже присоединится к работе. Мы поставляем продукцию под собственными торговыми марками, то есть это только СТМ. Гигиена вся, женская, детская, подгузники, пеленки, прокладки – это наши производства. Это вы. Это наш конек, это мы умеем, это мы можем. Ну и, конечно, наверное, из особенностей нам хотелось бы сказать, что мы со своей стороны стараемся предложить нашим клиентам и X5 в том числе индивидуальный подход. И индивидуальный подход в каждом формате. То есть для Пятерочки – это одно, для Перекрестка – это другое. Естественно, мы стараемся всегда использовать самые последние новинки, разработки. Как бы это, может быть, не звучало с какой-то стороны смешно, но и в подгузниках есть новинки, и есть нам что предложить. То есть, конечно же, мы стараемся это предложить в первую очередь нашим клиентам. А насколько сотрудничество вообще отличается внутри разных магазинов? Это прям принципиальная разница или, в принципе, есть какой-то общий курс, просто есть некоторые исключения, изменения? Ну, надо учесть, что все-таки покупатели у Пятерочки, например, и у Перекрестка разные. Потому что формат у дома и супермаркет, гипермаркет, они все-таки отличаются. Конечно, в зависимости от этого уже и разные фасовки, и различные дизайны предлагаются. То есть, и покупатели с разным чеком, соответственно, и товар будет предложен разный. Мы, конечно, стараемся предлагать разные линейки, то есть у нас достаточно большой ассортимент того, что можно предложить, и учитывать именно специфику каждой сети. То есть, что вот если Перекресток — это зеленая, это ЗОЖ, это… Мы стараемся такой же примерно продукт предложить и закрыть, ну, можем предложить и закрыть ее потребности. Пятерочка, если это закрытие в первую очередь базовых потребностей, и, соответственно, там формат, и мы не можем поставить туда три линейки, вернее, не позволяет полка этого просто сделать. Соответственно, предлагается то, что закроет самую основную потребность и будет по цене и качеству соответствовать запросам покупателя. Как вам сегодняшняя конференция? Что нового удалось узнать за это небольшое время? Конференция, безусловно, полезная и нужная. Нам очень понравилась. И я хочу сказать, что очень радует то, что много, скажем так, идей, которые будет воплощать X5, они соответствуют нашим планам на сегодняшний, завтрашний и послезавтрашний день и год. Вот. И то, что очень радует, что мы движемся в том же направлении, то есть развиваемся в одной концептуальной стратегии. Вот. Собственно, это очень приятно. Я надеюсь, что взаимное сотрудничество продолжится, усилится, углубится, расширится. Вот давайте поподробнее про планы, потому что сегодня многие уже планируют 2022 год. Как у вашей компании с этим обстоят дела в контексте сотрудничества с X5? Ну, конечно, 2022 год в плане составления бюджетов отчасти нами уже спланирован, по крайней мере, в плане продаж. Мы, естественно, планируем развивать наши отношения с клиентами, ну и, собственно, предлагать определенного рода продукты. В том числе и мы работаем сейчас очень активно над упаковкой, которая вот устойчивая, да, как мы ее называем. То есть это будет, наверное, одним из основных концептов развития на будущие годы. То есть вот устойчивое развитие – это действительно не просто тренд, это норма жизни. И в этом направлении мы будем активно развиваться. Мы готовы уже на сегодняшний день предлагать и переработанную частично упаковку в составе своих продуктов. И рада сообщить, что в 2021 году заводы нашего холдинга по всему миру, и включая российские заводы, мы стали СО2-нейтральными по выбросам. Соответственно, это как раз то, что идет в одной линейке с планами и с концептами развития X5. И, ну вот, наверное, трендом на здоровый образ жизни, на сохранение планеты, на то, что мы стремимся дать людям самое лучшее в заботе о их здоровье. Потому что, ну, как бы наша продукция, она близко к телу, собственно, и детям, и взрослым. Без нее не обойтись. Соответственно, это должно быть самое лучшее, натуральное, полезное. Возможно, зеленое, возможно, нет. Но, собственно, мы будем над этим работать и предлагать нашим клиентам, нашим потребителям и покупателям сети X5. Мы пожелаем, чтобы эти планы действительно реализовались, потому что хочется пользоваться экологичными и такими полезными товарами в том числе. Спасибо вам большое, удачной конференции. Спасибо.